Во вторник заседание регионального правительства выдалось жарким. Губернатор как дитя отчитывал краснеющих чиновников за то, что они не выполняют его поручения и свои прямые должностные обязанности. Но обо всем по порядку. Ивановская область четыре года назад сама вызвалась выделять бесплатные участки многодетным семьям. Благо, инициатива впоследствии оказалась сложно выполнимой. Где-то участков не хватает на всех желающих, где-то они полностью отрезаны от жизни. Там нет воды, электричества, газа, дорог. Если на формирование одного участка величина затрат – это кадастровые работы, планировка порядка 9 тысяч рублей, то на обеспечение участка объектами инфраструктуры цифры, по сведениям муниципалитетов, в среднем от 400 тысяч на участок, это, например, село Китово, до полутора миллионов в деревне Калачево. Отец шести детей своим участком доволен. На этой неделе он регистрирует право собственности в юстиции и в скором времени начнет строить дом. Его земельный надел расположен в Кинишме. С выкопировкой карты города мы с женой и старшим сыном поехали по городу и, в общем-то, удивились, потому что все участки, которые предложила администрация, расположены, ну, вы знаете, в самых таких, пожалуй, живописных, тихих, конечно, это не центр города, но все-таки в живописных, тихих городках, уголках нашего города. Нам очень понравилось. Выбрали свой участок не потому, что он лучше или хуже, а потому, что ближе находится к нам. Но еще раз подчеркну и заострю ваше внимание, что все остальные участки нисколько не хуже. Эта счастливая история по многим показателям скорее исключение. За последние четыре года в собственность многодетным семьям было передано 2079 участков. Жилье построено только на 50 из них. К тому же Кинишма, Кохма и Иванова – аутсайдеры в вопросе обеспечения землей. В очереди в этих городских округах почти полторы тысячи человек. Кинишма обещает решить проблему в первом полугодии 2015 года. В Кохме участки также в стадии формирования. В отстающих – областной центр. 1200 семей в очереди. Для решения проблемы поделиться землей с многодетными ивановцами готовы Шуйский, Вичуковский, Лежневский, Приволжский и Тейковские районы. В 2014 году из переданного Шуйским районом массива около села Китова городом было сформировано 132 участка. Из них 121 уже предоставлено. Город нашел небольшой массив в границах областного центра. Это 40 участков местечки Авдотина. Ликвидировать имеющуюся очередь начальник департамента управления имуществом планируют в 2016 году. У губернатора на этот счет свои планы. Вынуден констатировать, что ни комплекс экономического развития, ни департамент с поставленной моей задачей не справились. Более того, вы набрались смелости и сказали про город Иваново, про 2016 год. Я вас предупреждаю, что вы можете не доработать в этой должности до 2016 года, если мы не справимся в ближайшее время с поставленной задачей. В Иванове губернатор потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, которые не справились с задачей формирования и предоставления участков.